В период особого режима самоизоляции в Омской области сотрудники госавтоинспекции на посту. В полтора раза больше экипажей дежурят сейчас на омских дорогах и завертных трассах. Поток автомобилей хоть и сократился, как отмечают патрульные, и ДТП стало меньше. Однако летунов на дорогах и грубых нарушений стало больше. Несмотря на то, что количество транспорта значительно уменьшилось на улицах и дорогах общего пользования, тем не менее факты дорожно-транспортных происшествий регистрируются. За истекшие пять дней зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, автоинспекторы продолжают пресекать грубые нарушения правил дорожного движения. За пять дней автоинспекторы выявили на омских дорогах более 700 грубых нарушений. Чаще всего в поле зрения патрульных попадали пьяные водители и выезжанты на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 100 фактов управления машиной нетрезвыми рулевыми. И 23 случая выезда на встречку. Несмотря на то, что на территории нашего региона нет конкретных ограничений по передвижению на транспорте, тем не менее все поездки нужно минимизировать. Кроме того, госавтоинспекторы проверяют, не должен ли водитель быть в это время дома, на карантине. Машины останавливают, таких омичей предупреждают о нарушении карантинных мер. Все фиксируется в соответствующем объяснении гражданина. К тому же сотрудники полиции сообщают о случае в Роспотребнадзор. Следственные органы в Омской области завершили расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу. 60-летнего мужчину обвиняют по серьёзной статье. По данным следствия, этот житель Азовского района оказался за рулём в пьяном виде. За это правонарушение ему светило как минимум ходить пешком полтора года. Обвиняемый, который несколько дней назад хорошо отметил свой юбилей, в состоянии алкогольного обвинения сел за руль автомобиля «Мерседес» и на автодороге Русская поляна Омск был остановлен сотрудниками ГИБДД. Когда сотрудники полиции решили составить протокол об административном правонарушении, тогда мужчина, зная о том, что за данное правонарушение он может быть лишен водительских прав, решил дать взятку сотруднику ГИБДД в сумме 27 тысяч рублей. Это те деньги, которые находились у него в салоне автомобиля. Вот будущий фигурант в уголовном деле обещает сотруднику ГИБДД, что никто и никогда о разговоре не узнает. В служебной машине всё это время работала камера. Есть вон в машине у меня 28 рублей. Надо всё это отдам, без разговоров. Никто ничего никогда не узнает. За 30 лет мне первый раз такое... Я даже поэтому не знаю, как аппаратом пользоваться. Давай, Серёга, ну порешаем. И тебе хорошо, и мне хорошо. Далее, несмотря на возражения госавтоинспектора, мужчина вышел из автомобиля, чтобы принести всю сумму. Вот камера фиксирует, как сельчанин кладёт деньги на переднее сидение и просит не заполнять протокол. На улице постойте, пожалуйста. Не надо будет присаживаться. Сейчас уголовное дело следователи уже направили в Омский районный суд для рассмотрения. За совершение данного преступления Уголовный кодекс предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Позвонили. Транзакция какая-то. И написано, что карточка заблокирована. Вежливый и уверенный голос в трубке не вызвал никаких сомнений. Действительно, звонит работник банка, подумала Амичка. Тем более номер телефона начинался с цифр 900. Он мне сказал, что моей картой в магазине пытались рассчитаться за покупку. Но так как я не пользуюсь картой в магазинах, якобы заблокировал её, приостановил это всё. И молодой человек мне говорит, что давайте проверим, действительно ли на деньги остались на карте. Чтобы проверить, женщину убедили сообщить номер карты и код с оборотной стороны. Зная все эти цифры, мошенники легко сняли со счёта пенсионерки 29 тысяч. Всё до копейки. Раньше вы слышали о подобных преступлениях? Ну вот, я купилась на эти 900, что вот там семёрка, 900, два телефона. В отдел полиции обратился 20-летний житель Ленинского округа. Он сообщил, что несколько молодых людей угрожали ему. Похитили «Жигулей», вытащили из машины магнитолу и колонки. Свой ущерб Амичи ценил в 46 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, домой к потерпевшему приехал знакомый и начал высказывать претензии. К спору приятелей подключились ещё несколько парней. Все они на этой записи с камер наблюдения. Один из них ударил заявителя по лицу, другой заставил сдать в ломбард сотовый телефон. Вырученные деньги забрали с собой. После чего сели в автомобиль потерпевшего и уехали. На улице Серова обчистили салон и даже сняли чехлы с сидений. Сотрудники уголовного розыска вычислили фигурантов. Всё имущество обнаружили у них в квартирах. Не успели продать. Старший из задержанных ранее уже привлекался к ответственности за кражи и угон. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». «Жесть». Официальная группа ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова